Добрый вечер, в эфире программа Ракурс. Я ее ведущий Игорь Каноненко. За время военного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма в Украине появилась новая социальная прослойка населения. Внутренне перемещенные лица. Простыми словами, переселенцы. По состоянию на 16 ноября уже зарегистрировано более полутора миллионов переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины. Министерство также отмечает, что государство предоставило вынужденным переселенцам более двух миллионов гривен финансовой помощи. Какая ситуация у нас в городе с переселенцами? Обжились ли они в Кривбасе и не теряют ли они надежды вернуться к себе домой? Об этом и не только поговорим сегодня в нашей программе. Добрый вечер. Я хочу представить наших гостей Инесса Михайловна Благун, начальник городского управления труда и социальной защиты населения. И Сергей Иванович Жупинос. Инесса Михайловна, сколько в нашем городе на сегодня зарегистрировано переселенцев? Если говорить с начала военного конфликта, с того момента, когда начал в городе работать штаб по работе с переселенцами, то практически больше, чем 16200 человек приехали и стали на учет у нас в городе. Это 9500 семей. Если мы говорим о том, откуда больше людей приехало, переселенцы с Луганской, с Донецкой области, то большинство, большая часть, это практически 80%, это переселенцы с Донецкой области. По социальному статусу тоже ведем такую статистику для себя. Видим, что большинство, конечно, из тех лиц, которые приехали, это лица нетрудоспособного возраста и дети. И где-то в равном количестве есть и люди трудоспособного возраста, это практически 4500 человек. С Крыма? С Крыма. Ну, с Крыма у нас практически 207 приехало. То есть, по сравнению с Донецкой и Луганской областью, конечно, количество человек, которые приехали к нам в город с Крыма, значительно меньше. Вы мониторите за это время, кто-то уже уехал из Крыма? Конечно, ситуацию мы мониторим однозначно. И необходимо отметить, Сергей Иванович с этим согласится, что у нас на протяжении последнего даже года отличается или отмечается такая тенденция, как миграция переселенцев по областям Украины. То есть, в основном едут к нам уже не с Донецкой и с Луганской области, а едут с Одесской, едут с Мельницкой, с Черновицкой области. Ну, наверное, слухи полнятся зелят. Сейчас им разрешена регистрация в любом месте Украины, согласно последних документов руководящих. И они поэтому могут иметь регистрацию в одном месте, а находиться, допустим, в Кривом Роге и так далее. Или отсюда выезжают, остаются на регистрации, но смотрят где. Есть такая тенденция у нас, как Инесса Михайловна сказала, прослеживается, что за последних полтора-два года где-то около 4,5-5 тысяч людей выехали. Мы так говорим, в направлении, в разные места, в направлении за межей места Кривого Рога. Вы общаетесь с этими людьми часто. Почему многие выбирают именно Кривой Рог? Ну, наверное, потому что Кривой Рог делает все возможное для того, чтобы каждый человек мог чувствовать себя здесь комфортно. Это конкретно? Какую помощь они получают от города? Ну, смотрите, немножечко помощь поменялась уже с тем моментом, когда только начинал работать штаб и только было массовое прибытие в город переселенцев. Сейчас наша основная задача ложится в том, чтобы мы каждому человеку объяснили, если он получатель пособия, куда ему необходимо обратиться для того, чтобы стать на учет, чтобы оформить пособие, чтобы оформить пенсию, оформить ребенка в детский садик, если это необходимо, оформить ребенка в школу, если это необходимо. То есть решить его наиболее важные социальные вопросы. В летнее время оздоровить, например, вот в этот летний период, в оздоровительный период, практически 151 ребенок из числа переселенцев было оздоровлено. Это лагеря коммунальные и практически 100 человек, 100 деток имели возможность оздоровились в пришкольных лагерях. Кроме того, в нашем городе действует и работает модульный городок, где проживает практически 232 человека и оплата за проживание в модульном городке осуществляется как раз за счет средств местного бюджета и на эти цели с начала года профинансировано больше чем 900 тысяч гривен. В следующий год тоже предусмотрено? Конечно, модульный городок работает, люди там живут, поэтому, естественно, человек платит 150 гривен, цена такая 150 гривен за одно койко-место, а все, что свыше 150 гривен, платит город. Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, про работу городского штаба по социально-гуманитарной помощи переселенцев. Фактически на четвертый месяц после начала боевых действий на территории Востока Украины решением городского головы был создан штаб по оказанию помощи пребывающему населению с территории Донецкой и Луганской области и автономной республики Крым. Вот возглавил его один из заместителей городского головы, на то время в штаб вошли все фактически начальники управления горисполкома, а также было создано параллельно семь подштабов, будем так называть, по территории регионального принципа. То есть на территории Крым. И учитывая дальность нашего города, да, расстояние? Основной уклон был, прежде всего, встреча, размещение, социальные вопросы. К примеру, наш пункт приема пребывающего населения был создан на базе Народного дома в Дзержинском районе. И получалось, что даже на первом этапе, это фактически с шестого месяца по октябрь месяц у нас был большой наплыв людей. И можно сказать, что за полгода мы приняли около 9 тысяч населения. Сейчас работа уже наорганизовалась, вы уже принимаете, быстро оформляете? Было разработано и утверждено Юрием Григорьевичем, местным головой, план прибытия как автотранспортом, как железнодорожным транспортом. Были подготовлены транспортные средства, и мы фактически выполняли, что прибывающие люди по возможности давали транспортные средства, то ли легковой автомобиль, то ли автобус возили по месту распортирования. В районах были подготовлены общежития. Спасибо руководителям высших учебных заведений, которые имели общежития. На сегодняшний день у нас, как уже сказала Инесса Михайловна, 18 мест компактного проживания населения, начиная с модульного городка. Вот и программа, конечно же, совместного взаимодействия с компанией «Джиз» такая есть, которая немецкого общества, которая при помощи их дала возможность создать такой городок. Я знаю, даже большая презентация была в модульном городке, и мы даже присутствовали на ней. Да, в феврале месяце 2015 года он введен в эксплуатацию, фактически вот уже в следующем году, в феврале будет третья годовщина его пребывания. Другое дело вопрос, какие условия, кто как выполняет, как требования, но очень много на администрацию было возложено обязанностей социального характера. Суть вопроса в чем? Инесса Михайловна подтвердит в том, что идет руководящие документы, и они поступово шли. Ну, на первом этапе, конечно же, получается таким порядком, что, будем так говорить, хаос происходил не только в законодательной базе. Почему? Потому что некоторые моменты, они были... Вот, кстати, по законодательной базе, Инесса Михайловна, за последнее время много было изменений в законодательстве по вопросам переселенцев? Ну, и о чем мы можем говорить сейчас? Смотрите, я бы сказала так, что по вопросам социальной защиты очень много изменений происходит в последнее время в законодательных актах. В пользу переселенцев? Сейчас мы говорим за переселенцев, поэтому буквально вот недавно в сентябре было внесено изменение в постановление Кабинета министров, которое предусматривает выплаты переселенцам адресной денежной помощи, и откоррегирована сумма выплат, которую они получают. Так было, допустим, для людей нетрудоспособного возраста, согласно постановлению туда они относят и пенсионеров, и детей. Сумма выплат становила 884 гривны, для инвалидов – 1312, а для лиц трудоспособного возраста – 441 гривну. Но суммарная выплата, которую семья могла получить, не могла превышать 2400 гривен. Были внесены соответствующие изменения, и люди с инвалидностью им увеличили размер пособий, которые они могут получать. И люди с инвалидностью первой группы, эта сумма выплат становится сегодня практически 1700, чуть больше 1700 гривен. 115% от прожиточного минимума для людей с инвалидностью второй группы – это практически где-то 1500 гривен. А третья группа инвалидности на том же уровне и осталась. И общий суммарный размер пособия изменился, он увеличился на 1000, то есть семья может получать максимальный размер 3400 гривен. Кроме того, внесены были изменения, и откорректирована сумма людей, сумма, которую имеет человек в банке. Ранее заполняя декларацию, человек должен показать, что у него в банковских установах на счетах находится сумма, которая эквивалентна 10 прожиточным минимумом. На сегодня этот размер изменился и становится 25 прожиточных минимумов. То есть, если смотреть в денежном эквиваленте, это 42 100 гривен. Также были внесены изменения, которые касаются студентов. Потому что обычно студенты, те, которые приезжали с оккупированной территории или зоны проведения антитеррористической операции, поселяясь в общежитии, им в общежитии ставили штампик о том, что они на сегодня являются жителями уже кривого рога и не имели права ни на какие другие социальные выплаты. Был этот вопрос урегулирован, поэтому, несмотря на то, что у студентов в паспорте стоит временная регистрация студенческого общежития, которое находится в данном случае, мы говорим за кривой рога, то студенты получили возможность получать справочку внутрешнеперемещенной особой. То есть, воспользоваться всеми. А насколько сложный механизм получения социальных выплат переселенцами? Да, в принципе, этот механизм совершенно не сложен. Самое главное для человека, имеющего такой статус, это получить справочку о том, что он имеет этот статус. Переселенца. Да, да. То есть, человек, приезжая в город, первым делом, что он делает, это идет в районное управление труда и социальной защиты, становится там на учет и получает соответствующую справочку. И уже согласно потом этой справочке, человек может оформить любой вид пособия, на который он имеет право согласно законодательству, то ли в районном управлении, то ли это пенсионный фонд, если это касается выплаты. Но бывают такие случаи, когда человек по тем или иным причинам приезжает без документов, и мы понимаем, что есть действительно объективные причины, что в этом случае ему делать? Конечно, и такие случаи у нас бывали, поэтому помогаем оформлять и восстанавливать документы, потому что, почему нам необходимы, особенно паспортные данные человека, потому что любой вид пособия, любая пенсия в обязательном порядке должны быть у человека документы. То есть первым делом оказывается помощь, правовая помощь в получении, восстановлении документов. Фактически была создана вся организация взаимодействия среди всех структур, начиная от миграционной службы, потом полиции, службы безопасности, непосредственно тех административных органов, которые обязаны были исполнять это дело. И штаб на сегодняшний день фактически по каждому понедельнику докладывается руководителю на оперативных совещаниях о движении ресурсов по этим вопросам, оказании социальных вопросов. Бывает не без проблем, есть проблемы, к которым люди обращаются, оказывается, стараемся по максимуму помощи. И так как еще в 2014 году была поставлена задача миским головой о том, что прибывающее население, которое переступило границу Кривого Рога, это уже Криворожане. Поэтому к ним относиться надо было со всей полностью отдачей. И спасибо населению города о том, что отозвалось на наши инициативы по этому вопросу, инициативы руководства города о том, чтобы оказать различную гуманитарную помощь. Это все было организовано. Может быть, наш успех был в том, что люди тянулись в город Кривой Рог из-за того, что администрация районов, райисполкома, горсовета, горисполкома, она была уже фактически подготовлена по локационным вопросам, и знали, каждый, в принципе, знал свою задачу, ресурс. Было тяжеловато, потому что 24 часа сидеть, принимать, беседовать. Меня все равно мучает вопрос. У нас службы работали слаженно. Откуда люди, которые ехали из Донецка или из Крыма, или из Луганска, они знали о том, что у нас все налагоджено? По всей видимости, тут работал какой-то контакт, отзывы, взаимосвязи. Были группами, приезжали. Вопрос еще мучает такой проблемный. Вы по роду своей службы скаткиваетесь с людьми, с разными судьями. Иногда есть очень тяжелые люди. Как вы настраиваетесь, как вы общаетесь с ними, и как решаете их проблемы в этом плане? Насколько тяжело работать в такой обстановке? Понимаете, работать с людьми всегда тяжело, но видя перед собой человека, надо первое в виду подумать, как ему помочь. Морально-психологический фактор на администрацию пункта приема, регистрации, он, конечно, влиял. Потому что в основе это женщины, ну а женщина, она более восприимчивая в этих вопросах. И сама суть вопроса о том, что люди выехали из-под обстрелов, из-под боевых действий, будем так говорить, то уже вызывало жалость, сочувствие, понимание этого вопроса. Поэтому мы старались по максимуму. У нас на первом этапе и психологи работали в этом направлении. Поэтому всегда и наши работники, и те люди, которые приехали к нам в город, всегда в любой момент могли обратиться за психологической помощью. Елизавета Михайловна, часто спрашивают, переселенцы могут ли они оформить субсидию? Имеют ли они право? А здесь разницы нет, что наши криворожане, что переселенцы. Они, конечно же, имеют право на оформление субсидий. Единственный момент, что у них есть адрес регистрации временного проживания, поэтому обязательно должен быть договор найму житла. При оформлении договора найму, пожалуйста, любой человек может оформить себе субсидию. Ну, скажем так, в пределах где-то 27, немного, но в пределах 27 пользуются на сегодняшний день. А с какими проблемами чаще всего сталкиваются переселенцы? Ну, проблемы могут быть разные, начиная от жилищной, допустим, неустроенности, потому что кто-то проживает у родственников какое-то длительное время, уже хочет где-то самостоятельно найти жилье. Бывают проблемы, когда... Программа жилья в масштабе государства, это однозначно. Кстати, мы неоднократно были на форумах, которые проводились на областном уровне. У всех сложные проблемы. Давали свои предложения, в том числе и начинали о том, что должна быть государственная программа по обеспечению данной категории жильем. Хорошо, что, я думаю, учли наши предложения города Кривого Рога. Почему? Потому что на сегодняшний день уже как-то начинает на уровне кабинета министров, министерства профильного шевелиться по этому вопросу. Да, буквально недавно на сайте Минсоцполитики была информация о том, что разрабатывается и будет вынесен законопроект, как раз касающийся жилищного вопроса. Ну, дай Бог, чтобы это было. И с носка учитесь у криворожан, да? Надо работать. Не знаю, я думаю, что не напишут этого, но самое главное, что мы, по крайней мере, чувствуем, что наша совесть в этом отношении. Вопрос обоим. Инна Смахаловна, что-то вы у своих коллег, что-то новое, может быть, какие-то нововведения, какие-то, может быть, социальная помощь, общение, что-то новое. Вы общаетесь с своими коллегами, Сергей Иванович, то же самое, с другими городами, я имею в виду. Что-то у них, может быть, подчеркнули. Понятно, что у нас многое взяли положительно, вы что-нибудь взяли для себя. У нас есть взаимодействие с городом Днепропетровском, с областным штабом, это допомога Днепра, потом с городом Никопольом, Павлоградом, очень там мой коллега тоже занимается этими вопросами, бывший сотрудник МЧС. Поэтому мы обмениваемся информацией и, естественно, проблема, у них точно так же, как и у нас, опять же, я еще раз говорю. Проблемы схожи, живем в одной стране, правильно? У некоторых вопросов, скажу прямо, и хромает дисциплина среди данной категории, особенно, где компактно проживают. Это следуют жалобы. Спасибо тому, что они самоорганизовали, создали громадские объединения ГИДа ВПО. Очень хорошие, толковые и способные руководители. У нас это было где-то в 2015 году, во втором половине, даже в 2016 начале, была мечта о том, чтобы все-таки кто-то проявил инициативу. Благодаря двум учебным заведениям, которые пришли к нам в город, они самоорганизовались. Такая инициатива появилась. Мы пошли на встречу, рассказали, постарались поддержать. И сегодня они помогают нам в этих вопросах. Так что им большое спасибо за это. Инна Смихаловна, у нас есть страничка в Фейсбуке. Задают вопрос, по субсидиям понятно, пенсию так же получить без проблем можно? Конечно. Основной момент это справочка о том, что человек является переселенцем. Далее идет пенсионный фонд. И если это новое назначение, значит назначается пенсия. Если этот человек уже получал пенсию, делается запрос, и приходит электронное пенсионное дело, практически в порядке 10 дней для этого необходимо. И по традиции телефоны тем людям, которые заинтересовались, у которых много вопросов, где они могут получить консультацию? Любую консультацию, которая касается выплат социальных и пенсионных, они могут получить как в районных управлениях, так и у нас в городском управлении. Если касается социальных вопросов, это 74-6907, 74-72-77, это приемная наша. Мы всегда рады помочь людям. Спасибо. Понятно, почему переселенцы выбирают Кривой Рог и остаются в нас жить. На этом все. Встретимся во втором блоке. Впереди небольшая рекламная пауза. Не переключайтесь. Мы продолжаем наш разговор. У нас в студии Лариса Сидоренко, руководитель проекта «Содействие, интеграция, обеспечение прав временно переселенных лиц в общине города Кривой Рог БОБТ Мэрежа». Руководитель ресурсного центра этого же проекта Светлана Иворовская. И переселенка Елена Хачатурян. Добрый вечер. Здравствуйте. Ларис, расскажите, пожалуйста, я знаю, что этот проект успешно осуществляется с февраля месяца. Проходит немножко подробнее про это. Ну, проект действительно очень важен и полезен для переселенцев. Он идет по четырем направлениям. Самая главная задача проекта, то, к чему мы стремимся, и то, что уже вот-вот должно произойти, забегая немножко вперед, это разработка и утверждение комплексной программы городской об интеграции переселенцев в громаду Кривого Рога. И мы будем очень рады, когда у нас уже не будет клейма ВПО, а будет клеймо, не клеймо, а достойное звание гражданин Украины. Ну и переселенец тоже как-то не сильно звучит. Да, потому что переселяться-то можно из квартиры в квартиру. Но никто не называет переселенцем. Да, переселенцем, да. Поэтому вот это главное такое, одна из приоритетных задач этого проекта. Значит, еще вот создание ресурсного центра, а об этом более подробно поговорит Светлана. Есть у нас еще социальный сопровед. Что это такое? Это у нас есть два социальных работника. Иногда переселенцы приезжают в незнакомый город, они элементарно не знают, куда пойти, что делать. Ну, первые шаги это действительно все на ощупь. И вот цель проекта помочь таким людям успешно освоится у нас, у нас уже, говорю, в городе. Вот, еще у нас есть юрист. Один из аспектов это юридический. Потому что, ну вот какие проблемы. Приезжая с неподконтрольных территорий Украины, у людей зачастую документы образца ДНР, ЛНР. И вот, ну и масса своих проблем. И вот юрист помогает им, значит, получить документы украинские. Ну и это люди, разводы. По времени это долго занимает время? Нет, нет. В течение недели, десяти дней. То есть это такая совершенно законодательная база? Это законодательная база. Тут идут и суды Кривого Рога, все идут навстречу. Потому что, ну, понимая, насколько это важно. Потому что без украинских документов нельзя стать на учет, нельзя стать переселенцем. И получать какую-то помощь. Еще у нас есть психологи, которые работают с переселенцами. Потому что, ну, это очень трудно. Переехать, лишиться всего. Вот, в абсолютно новом городе нет жилья. Да, мы все приехали, у нас были, ну, как, грубо говоря, было свито гнездо. И нас с этого гнезда выбросили. И на новом месте достаточно сложно осваиваться. Вот. Ну, и еще у нас есть такая пиар-компания. Очень хорошая. Она говорит о том, что переселенцы, ну, как... Нас рекламируют как людей, что мы же приехали и с образованием, и с опытом. И мы рады этот опыт, образование, все наши вот эти стремления посвятить Кривому Рогу, который нас так гостеприимно принял. Вот я знаю, как это слово «заменим переселенцы» и временно переселенные, перемещенные особы, заменим на криворожане просто. Правильно? У нас есть еще лучшее. Мы приняли участие в зеленом центре Метинвест. И Дмитрий Михайлович Мурашко... Это на правах рекламы. Да, сказал, да. Он называет нас активными жителями города Кривого Рога. Потому что мы охотно участвуем во всех акциях, во всех праздниках, во всех конкурсах. Нет такого... Лариса, а вот такой психологический аспект, вот вы рассказываете. Вы пытаетесь вот такой активным образом жизни, это хорошо, это здорово, забыть вот те неприятности, которые случились вот там, в нашем первом доме. И в той жизни была очень активной. Я по специальности учитель физики, это классное руководство, это дети. А летом и зимой я была начальником, ну, соответственно, детского летнего лагеря и зимнего лагеря. Лариса, этот проект чисто криворожский или есть аналоги по Украине? Аналогов нет по Украине. И если забегая вперед, нас пригласила Рада Европы на форум. Он назывался «Три года перемещения. Удачные практики». Так вот, мы выступали в разделе «Удачные практики», потому что этот проект уникальный. Вот тут хочется сказать спасибо Элье Соколю, которая написала этот проект. Значит, проект очень удачный, он единственный по Украине, то есть он охватывает целиком проблемы переселенцев. Другие проекты берут какую-то часть, либо психологический супровид, либо юридический аспект. А вот так цельно, такого аналога нет. Светлана, чем занимается ресурсный центр, какую помощь он оказывает и насколько он эффективен? Сейчас главная задача ресурсного центра – это разработка и утверждение комплексной городской программы по социальной адаптации, интеграции переселенцев. В принципе, это одна из самых важных наших задач. Параллельно мы изучаем, мониторим законодательство, связанное с внутренне перемещенными лицами. Мы изучаем возможности и гранты, которые предлагают для переселенцев, для развития бизнеса, для создания бизнеса, для обучения, переобучения. Вы только изучаете или что-то берете для себя, уже внедряете в жизнь? Конечно, у меня создана группа в соцсетях и переселенцы в Кривом Роге, тоже группа такая есть, где мы выкладываем эту информацию, чтобы люди… Потому что саморасселенные люди, которые живут в Кривом Роге, не в местах компактного проживания, они, в принципе, мы до сих пор всех их не можем охватить. Уже город длинный очень. Да, поэтому мы можем только так как-то сообщить, поставить в известность. А люди активно, охотно с вами общаются? Ну, существует определенный круг людей, которые всегда активно общаются. А есть люди, которые саморасселенные, которые приехали, мы, может быть, их даже за это время даже и не видели, и не слышали, и не знаем. Света, подскажите, пожалуйста, как человеку, который приехал с Донецка, Луганска, Крыма, вот как быстрее помочь ему адаптироваться в нашем городе? Не только в нашем городе, а вообще в другом городе. Это же сложный вопрос, наверное. Ну, я по себе помню. Вот на своем примере. Месяца три сидела в кафе и пила кофе. Это депрессия называется. Да нет, я слушала тишину. Надо его соколюб звать сюда, да? Я слушала тишину. Я из Горловки. Вот поэтому, ну, а потом потихонечку начинала выбираться. А как переключились на другое? Как получилось переключиться? Я пошла в центр занятости, стала, но там это было печально. Вот потом я поступила заочно учиться. Ну, а потом мы как-то все вместе собрались. То есть вы поняли, что жизнь на этом не заканчивается? Да, да. Мы поняли, что, в принципе, все в наших руках. Ну, и вот уже третий год что-то строим. Лен, ты откуда приехала? Из Донецкой области, из Шахтерска. Почему приехала именно в Кривой Рог? Как так получилось? Ну, так просто получилось. Вот был выбран город, не областной центр, но при этом не совсем мелкий. Поэтому просто смотрела по карте. До этого что ты делала? Чем ты занималась? Я работала бухгалтером и преподавала. Здесь? Здесь я предприниматель. Как получилось у тебя стать предпринимателем? Приехав в Кривой Рог, я обратилась в центр занятости, естественно. Там встала на учет, получала пособие по безработице. И там уже узнала о том, что пособие можно получить все целиком. Но при этом пройти курсы и стать предпринимателем. И, в общем-то, события были запущены. Я пошла на курсы от центра занятости, зарегистрировалась как предприниматель. Нашла место подходящее, небольшой кусочек, 5 квадратных метров. Сняла его в аренду и занималась продажей косметики и бытовой химии. Тебя коснулся как-то этот проект, о котором мы говорим? Ну, конечно. Я вот с девочками познакомилась. И, в общем-то, это очень хорошо. И это всегда помогает, когда есть люди, которые, в общем-то, готовы в чем-то подсказать, чем-то помочь. Лариса, расскажите, у вас еще услуги такие есть, как социальное сопровождение, помощь в трудоустройстве, плюс перевозка. Вот про эти аспекты. Ну, перевозка, я так понимаю, это о том, что мы несколько семей из Амросевки перевезли с оккупированной территории. Но это немало. Да, это мы совместно с пролиском, я не знаю, как нашли люди, наш телефон, но они вышли на нас, да, попросились. Говорят о том, что в полном смысле, что есть нечего. Потому что это одна из них была в сельской местности, у нее трое детей. И детсадик не работал. То есть, не с кем было оставить детей, элементарно пойти что-то заработать. Мы связались с пролиском. Есть такая организация, ну, жизнь продолжается, поэтому мы переселенческие организации уже дружим городами. У кого какой опыт, какие достижения. Вот есть такая организация пролисок. Она именно с Красным Крестом занимается вывозом с оккупированных территорий сюда семей. Вот мы их привезли. Ну, а потом нам очень помогает всегда город. Инесса Михайловна, вот тут был Сергей Иванович. Они сразу им добились какой-нибудь небольшой помощи, чтобы прожить до первых денег. Ну, а теперь мы их поселили на модульный. Теперь они даже ушли с модульного, снимают квартиру. И счастливы в этом городе. А насчет трудоустройства, ну, это у меня тоже больная тема. Потому что, ну, опять же, категории, да, из категории ВПО есть еще большая обидная категория, которая называется после 45, да, где на работу тебя не берут. Не потому что, они спрашивают, умная, пусть у тебя вся трудовая книжка в таких записях и благодарностях. Нет, просто возраст 45. Вот, такая категория очень, ну, как, тяжело найти работу в Кривом Роге, очень тяжело найти работу пенсионерам. Потому что, ну, как оно происходит? Вот человек работает, работает, он выходит на пенсию, его просто оставляют как ценного работника. Здесь есть некоторые различия даже для шахтеров. У нас закрытый тип шахт, это совершенно другое оборудование. Здесь открытая добыча руды. Там и метана, у нас нет шахты с метаном, правильно? Тоже это нет. Ну, он выветривается на свежем воздухе, скажем так. Вот, и многое-многое другое. Потом еще очень большая такая вот категория, многие приехали с детьми. Мамы одинокие. Если раньше это была проблема оставить ребенка у соседки, соседка присмотрится школой, там мама придет, то здесь соседок еще не появилось. И поэтому от такой, так сказать, как удаленная работа, тут мало, так сказать, затребованности в Кривом Роге. Но у нас есть, вы знаете, в этом плане, вот Кривый Рог, большой молодец, есть такие организации, допустим, как Новая Персона, которые сегодня будут говорить о, значит, проекте. Она, как, учит писать портфолио, заставляет по-новому смотреть на себя, что не надо замыкаться в своей профессии. Я учитель физики. Давайте оставим им, пусть они поговорят. Нет, я к чему хочу сказать, что они расскажут, они будут о проекте рассказывать, я говорю о допроектной деятельности, что они проводят очень много вот таких именно тренингов. И я просто хочу сказать, вот последний, а мы сотрудничаем с ними, вот, и последний курс, который вела Инна Новицкая синергия, да, у нас после него устроился, ну, мы не думали, что она устроится, вот, а она по профессии зоотехник, ну, невостребованная профессия в Кривом Роге никакой, вот она сейчас устроилась на работу. Ну, в Криворожском районе, наверное, есть работа? Нет, она устроилась совершенно по другой специальности, она совершенно спокойно восприняла о том, что на ее специальности жизнь не заканчивается. И надо себя искать другие ресурсы. Вы следите за жизнью в модульном городке? Очень пристально. Как им там, хорошо? Да. Или тяжеловато? Им в каком плане? Понимаете, как? Это люди в основном, во-первых, 70% там ромского населения. Это люди, которые вообще априори не привыкли к оседлой жизни, к работе и, вот, к тому, что, ну, так, кочевой народ, скажем так. Вот, ну, у нас там от нашего проекта работают психологи, там очень много детей, а дети, ну, это будущее. Поэтому там работает педагог-организатор, там работает логопед, потому что зачастую дети очень плохо говорят, особенно в ромских семьях. Значит, там работает психолог, я сказала, логопед, педагог-организатор, который детей учит, ну, скажем так, и рисовать, и лепить, и занимать, и о том, что жизнь интересна и разнообразна. Ну, а так, в основном, многодетные мамочки и пенсионеры, то в этом, конечно, очень плохо. Понятно. Светлана, у вас в ресурсном центре есть какие-то проекты на будущее, чтобы расширить свои возможности, цели, задачи в плане помощи? Ну, в начале... Да, у нас есть проект, ну, как, проект, в принципе, еще только такой. Ну, рассказывайте, рассказывайте. В принципе, ну, это еще не трудоустройство, в принципе, он детский. Это IT-обучение для детей в ИПО, потому что, ну, зачастую очень дорогие компьютерные курсы, школы и прочее. Поэтому мы, конечно, хотели бы помочь детям в этом. Вот. У нас есть программа национальных обменов, и мы хотим в ней поучаствовать с трехсторонней встречей. И тему выбрали мы социальное предпринимательство. Тоже сейчас очень модно раскручено, но терра инкогнито мало кто что знает. Поэтому мы хотим заняться этой темой. Вот. Ну, еще хочу сказать, ресурсный центр еще в начале лета занимался, был бы там, мережа занималась справочником для ВПО, разрабатывала, специально для тех, кто только приезжает в Кривый Рух. Вот я покажу, значит, вот мы такой его разработали. Выше поднимите. Держите и говорите. А вот. Здесь мы занесли все данные. И центр занятости, и случай потери документов. От начала, от перехода. То есть, как сопровождение идет, да? Да. От оформления пропуска до учебы детей и до трудоустройства. Спасибо. Лен, ты свою жизнь дальнейшую свяжешь с Кривым Рогом? Надеюсь. Надеюсь? Да. Удачно выйти замуж, да? Нет, я замужем. А ты уже замужем? Муж наш, Криворожский? Нет, мы приехали вместе. Ну, понятно. Ну, вообще, настроение, энергетика, все устраивает тебя, все нормально. Никуда не собираешься уезжать из нашего города? Нет, никуда не собираюсь. Не уезжай. Все, оставайся с нами. Спасибо вам большое. С вами было очень интересно. Продолжайте свое доброе и хорошее дело. Это действительно классно. У нас впереди третий блок. Будет интересно. Не переключайтесь. Мы продолжаем говорить о тех людях, для которых Кривой Рог стал вторым домом. У нас в студии менеджер кадрового агентства Екатерина Железняк, председатель правления общественной организации защиты прав переселенцев ЭГИДа ВПО Анастасия Романуха и переселенка, или по-другому скажем, вторая новая криворожанка Татьяна Проценко. Добрый вечер. Добрый вечер. Кать, скажите, пожалуйста, чем занимается ваша организация? Наша организация занимается активным поиском, подбором и обучением, что немаловажно, персонала. В общем-то, что касается нашей сегодняшней темы, то социальную такую активную позицию поддерживает, потому что сотрудничает с различными социальными проектами, берет в них, принимает в них активное участие, в том числе и, собственно, тот проект, о котором я сегодня более детально расскажу. Дальше. Рассказывайте. Можно рассказать, да. Данный проект называется «Гид на прася». Он предназначен как раз-таки для людей внутренне перемещенных, которые нуждаются, либо пытаются найти себя в профессиональном обществе, в которое они попали. Организован он Украинским фондом социальных инвестиций. То есть финансируется он немецким народом. У нас же он социального такого назначения, он бесплатный абсолютно. И наша компания оказалась, скажем так, реализатором в нашем регионе, в Днепропетровском, потому что проводится он в трех областях Украины, в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской. Проводится он будет в пяти небольших городах нашего Днепропетровской области. Это Павлоград, Каменское, Вольногорск, Верхний Днепровск и село Чумаки. Собственно, в этих городах будет проводиться активное обучение населения внутренне перемещенного, потому что в таких городах, скажем так, тоже проживают люди, которые переехали к нам, которые сейчас на данный момент в поисках работы. Собственно, будет организовываться группа. Мы сейчас на такой активной стадии сформирования групп. Вы ищете людей или вас ищут? Мы собираем группы. Мы, собственно, будем проводить потом трехэтапное обучение. А как вас можно найти тем людям, которые хотят найти хорошую работу и участвовать в этом проекте? Обязательно в поиски в интернете вводите проект «Гид на прася». Вам обязательно будут данные ссылки на социальные страницы, на страницу данного проекта на нашем сайте, номера телефонов. Обязательно заполняйте заявочку, она несложная. Звоните по указанным номерам, обязательно проконсультируем, будем рады общаться. Нам нужно собрать пять групп в каждом из городов, в которых мы будем потом проводить активное обучение. Кать, но есть же люди, которые долго ищут работу, не могут ее найти. У них есть шанс прийти к вам в проект и получить работу? Конечно, конечно. Собственно, первый этап обучения в данном проекте, это и будет такой стартовый, пусковой для человека, который в профессиональном русске как-то потерялся. Потому что адаптироваться в данной сфере тоже нужно человеку. Не только в какой-то там социальной, психологической, моральной, но в профессиональной сфере. Его за ручку вы возьмете и также приведете к какому-то конечному, действительно положительному результату. Потому что первое занятие, первый стартовый тренинг, он будет как раз-таки посвящен тому, чтобы человек научился, во-первых, презентовать себя правильно работодателю, потому что создавать имидж сотрудника, которого хотят видеть работодатели на своих местах, это тоже немаловажный вопрос. Во-вторых, осваивать навыки активного поиска работы. То есть на выходе человек уже будет иметь план действий, который ему нужно совершить для того, чтобы найти работу, да, и готовое резюме. Ну и, собственно, будет вдохновленным, потому что человек, который проводит это обучение, ну не может не заряжать. Возьмете меня в виде исключения на тренинг, тоже хочу. Обязательно. Тоже хочу. Местное население, которое тоже активно хочет, активно просится. Я тоже из креста буду селения, вот вы как радовался. Хорошо. Настя, чем занимается ваша общественная организация? У нас много направлений, много целей. Это и гуманитарная, и образовательная, и оздоровительная миссия, оказание психологической, и юридической помощи внутреннеперемещенным лицам. То есть у вас специально специалисты, в каждой своей отрасли работают, правильно? На перескологической помощи, вот об этом расскажите. Да, наша организация, если не наши личные специалисты, это у нас много партнеров есть в городе, которым мы перенаправляем людей, которые к нам обращаются. И уже непосредственно специалисты в своей отрасли помогают. Также, кроме просто помощи переселенцам, мы ведем активную общественную жизнь, внедряем различные проекты общегородские. Недавно мы провели международный музыкальный лагерь «Мьюзик Кэмп» в городе, в котором приняли участие. Подробнее можете, да, расскажите. Да, в нем приняли участие более 200 деток, криворожан. Также и переселенцы детки принимали участие. Различные социальные категории. Всем очень понравилось, было здорово. Хотят еще. Я знаю, что вы очень активно сотрудничаете с другими общественными благотворительными организациями. Кто вам помогает и с кем вы работаете? Общаетесь? Да, все верно. Мы работаем со многими организациями, с местной властью активно сотрудничаем. Это и центр занятости, конечно, и центр по делам семьи и молодежи. Это такие общественные организации, как Фонд профессионального розвитка, это городская профспилка «Солидарность», это всеукраинские организации «Донбассос», «Востоксос», организация «Пролеска», это фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» и еще очень много. Вы на них выходите или они заинтересовываются вашим проектом и они предлагают вам помощь? Или 50 на 50? 50 на 50, я бы сказала, что и они находят нас, когда встречаются им проблемные переселенцы, и мы выходим на них, ищем информацию. Настя, я знаю, что вы были участниками круглого стола в Днепре по вопросам переселенцев. Что вот интересно почерпнули для себя? Непосредственно этот круглый стол был посвящен трудоустройству переселенцев. Поднимались многие вопросы, что именно для меня, как для руководителя организации переселенцев было важно, то, что запускается проект «Гиднопратя», где переселенцы смогут получить старт переквалификации. Это очень важный момент, потому что, приехав сюда, здесь совершенно другой рынок труда, нужны другие профессии, а переселенцу иногда не хватает даже возможности заняться этим, не хватает и финансово, и времени не хватает, а тут такой замечательный проект. И тогда вы приходите на помощь. Да, да, да. И мы рекомендуем всем переселенцам в нем поучаствовать. Таня, вы откуда приехали? В Луганск. В Луганск? Почему Кривой Рог? Я не сразу Кривой Рог приехала. Прежде чем приехать... Мотались по всей стране? Нет, не по всей, просто когда уезжаешь, бросаешь все во имя сохранения жизни собственного и собственного ребенка, не всегда хочется приезжать туда, где каждый хочет спросить, а как же там? Я уехала сначала к родственникам в Днепр, которые говорили, оставайся у нас. Но мне было очень тяжело отягощать их семью своими собственными проблемами. И мне предложили переехать в маленький старенький домик в селе Харьковской области. Я переехала. Маленькие старенькие? Да, я переехала. Я жила там год и за этот год. Вот период отрицания, он прошел. Я начала принимать то, что все-таки вот так вот случилось. Нужно что-то с этим делать, потому что... То есть депрессия затянулась? Конечно, да. И уже будучи там, я начала все-таки шевелиться, начала понимать, что если просто сидеть и горевать о том, что было, что я потеряла, у меня не будет будущего. И все-таки потом пришел период, когда я почувствовала о том, что все-таки жить в селе, ну, немного не по моему вкусу, в плане перспектив. Потому что мне хотелось своему ребенку дать больше, мне хотелось самой получать больше. И поэтому стал вопрос, куда же ехать, потому что родственников, в принципе, по Украине у меня много. В Кремроге у меня живет сестра, которая сказала, что я тебе помогу. Но опять же таки, вставал очень большой этичный вопрос, насколько я буду мешать замечательно. Не стеснили ее, да? Да, да. И не хотелось, потому что жизнь переселенцев, она полна своих проблем, которые, ну, далеко не понятны людям, которые это не переживали. И поэтому все-таки мне мои родственники помогли с жильем. Я переехала сюда, все-таки решила, что буду жить отдельно вообще. Переехала настолько стихийно, что даже не знала, что недалеко от того места, где я живу, было общежитие, где жили переселенцы. Но это был период, когда все-таки решались бытовые вопросы. И полгода тоже я здесь реанимировалась. А кто вам помогал в эти первые полгода? Конечно же, сестра мне помогала. Она помогала хотя бы только тем, чтобы пока я приводила в порядок все свои вопросы, жилье, потому что они были непригодными. Но вот обращались к общественным организациям и штабу, которые занимаются вопросами переселенцев. Я вообще об этом ничего не знала. Я не знала об этом ничего. Однажды я увидела какой-то из социальных сетей о том, что проходит какое-то мероприятие. А это был проект Меризни Алла Ривни о успешных переселенцах. И в первый раз я вообще себя как бы вывела в люди. Я поехала, это было в ДК Артема. И я поехала на это мероприятие, где были фотовыставки о успешных переселенцах. Были эти успешные переселенцы, и я начала с ними общаться. И потом... Восприяли духом немножко, да? Да, и я узнала о том, что это мероприятие было организовано и проведено общественной организацией фонд профессионального развития. Этот фонд как раз поддерживал переселенцев и сейчас этим занимается. И, собственно говоря, я понимала, что в этом городе есть люди, которые понимают меня. Не, мы хорошие, мы хорошие криворожане. Не, нет, секундочку, вы просто отличные криворожане. Я уже не разделяю, кстати, криворожан. И для меня переселенец это всего лишь юридический фактор, который поддерживает. Я еще раз объявлю, Татьяна Проценко новая криворожанка. Вот так можно сказать. Спасибо. Таня, я знаю, что у вас были еще проблемы с трудоустройством. Проблема главная... Какая у вас специальность была до и почему не получалось устроиться на работу? Я работала художественным руководителем ДК. У меня была театральная студия, у меня была вокальная студия. Свой человек, да. У меня был свой бизнес. И все это просто рухнуло. Когда я приехала в Криворог, у меня еще к тому же был ребенок, со здоровьем которого были проблемы. Именно поэтому я не могла пойти работать на полный 8 часов рабочий день, потому что это постоянные больничные. Но я точно знала, что самый первый работодатель, который есть у меня, это я сама. Я начала влюблокацию хендмейта, и я стала делать цветочные букеты, которые продавала. И не всегда тем методом, который мне по душе. То есть это были продажи и возле магазина. А если вы принесете, то даже в студию покажете. Я так люблю это творчество. Катя, вот меня вопрос мучает. Почему слово гидно-работа? А бывает не гидно-работа? Немножко расскажите мне про это. Почему такое название? В нашем понимании гидно-работа... Немножко отпугивает родство, да. Гидно-прати, в нашем понимании это та работа, которая удовлетворяет в первую очередь потребности человека. Вот его эмоциональный, духовный комфорт. Это о том же, что идти с радостью на работу, собственно. И возвращаться с нее. Да, и возвращаться с нее, конечно же. То есть это возможно для всех жителей нашего города. Главное с чего-то начать и, собственно, получится. Катя, а вот вы мониторите ситуацию среди переселенцев? Какой больше популярностью пользуется профессия? Да, собственно, разницы большой и нет. То есть переселенцы – это те же специалисты с теми же образованиями, да, опытом работы, которые есть и в нашем городе. Проблемы с трудоустройством одинаковые. Собственно, большой спрос сейчас на... А многие готовы переучиваться? Ну, собственно, тоже статистика не меняется. То есть переучиваться люди готовы с трудом, скажем так. Настя, какая ситуация в общественной организации? Тоже мониторите по поводу трудоустройства. Насколько легко сейчас с переселенцами перестроить его на то, что, вот, хотя бы, может, временную работу получить или, а потом уже, как бы, обосновавшись, получить действительно ту работу, которую он хочет? Как работаете в этом поправлении? Как я уже говорила, что многие хотели бы переучиться, но это дефицит денег и дефицит средств. Поэтому вот я рекомендую просто обратиться в этот проект. Это действительно стоящее. В свое время я на подобный проект тоже попала. И теперь вы руководитель общественной организации. Ну, до этого, вообще, приехав сюда, я была учителем физики. Здесь мне пришлось стать менеджером, и вскоре я доросла до руководителя регионального. Ну, уйдя в декрет, сейчас моей дочке 9 месяцев, я руководитель организации. Ну, вы спокойны в Кривом Роге, вам хорошо? Здесь замечательно. Ну, а мы, мужчины, будем криворожане, будем стараться создать для вас все условия, чтобы вам было хорошо. Таня просила не говорить об этом. Вот Лена в предыдущем блоге говорила, что она замужем, приехала уже с мужем с Луганской области. А вот Татьяна, кстати, мужчина, не замужем. Поэтому, пожалуйста, обратите на нее внимание. Спасибо вам большое. Ясно одно, как бы переселенцам не было в отдельных случаях хорошо, им не позавидуешь. Ведь там у них остались родственники, квартиры, яркие воспоминания о жизни в родном городе до печальных событий на востоке страны. Не дай бог каждому из нас пережить то, что пережили эти люди. В понедельник в этой же студии ваш покорный слуга будет обсуждать с гостями тему книгоиздательства и плодовитости наших криворожских писателей. С вами был Игорь Кононенко. Еще обязательно встретимся.